То есть открытость ума, получается номер 12 уже в линии state of mind, создавался легко, как все другие ароматы. В данном случае его философская история, она заключается в том, что открытость ума это не просто какие-то знания. Именно знания, кстати, могут быть очень губительны. Это как у Хармса, может и много на всю ерунду? Может быть и много, но ограничено. Поэтому нужно было через аромат передать горизонт как можно дальше. Его акватические ноты должны были соответствовать различным переливам синего цвета между воздухом, морем. И так далее. Поэтому ноты у него достаточно оригинальные. Кроме, конечно же, очень распространенных зеленого лимона, дыни, есть такой ингредиент кристмарин. Кристмарин это нечто между водорослями, кактусом, плохой таровой, который растет на всех побережьях Франции. Но пахнет он, если его прямо с куста сорвешь, а его можно... Укропом. Да. Ну, это как морской фенхель, по-моему, да, это называется? Морской фенхель. Это рис, гаяковое дерево, для того, чтобы у него была солидная такая древесная база. И есть тоже чай, гокуро. Гокуро это очень интересный японский чай, который обладает повышенным хлорофилом. Потому что, когда его выращивают, его даже перед сбором накрывают с тем, чтобы он концентрировался в геклоратике. И вот я долго искала, как синестезически соединить чай и аромат в данном случае. Именно с акватическим, более водорослевым, сымчанием. Так, именно гокуро. Но гокуро настолько дорогой, настолько тонкий, настолько необыкновенный чай, что в данном случае наша работа происходила чуть по-другому. Если иногда мы меняли составы чаев, чтобы они подходили ароматам, то в данном случае именно только аромат подгоняли под гокуро. Вот и получился. Open Mind. Прошу улюбить. Ураусь. Прошу улюбить.